Между людьми тоже может быть высшее проявление любви. И когда такая любовь наступает между людьми, они даже в духовный мир могут вместе уйти. И там тоже находиться рядом. Даже в духовную реальность души могут уйти к Богу даже вместе. И это описано в Ведах. Поэтому думать, что между людьми не бывает любви, это неправильное мышление. Но если вы хотите глубоко разобраться в том, что такое любовь, тогда давайте попытаться разберёмся в этом. Во-первых, следует знать, что человек не может любить просто что-то земное. Человек не может любить просто что-то человеческое. Любовь — это высшее проявление чувств души. Это вечное чувство, которое живёт в нас вечно. И это чувство только к чистому и светлому. Это чувство не может быть к обыденному возникнуть. Понимаете? Ну, любовь я имею в виду. Любовь. Итак, люди влюбляются, да? Они влюбляются друг в друга. Теперь возникает вопрос, почему? Давайте разберёмся с этим. Веды объясняют, что в каждой женщине существует божественное женское начало. Это фактически означает супруга Бога. Божественное женское начало — это супруга Бога. У Бога есть супруга, понимаете? Вы скажете, а что, почему у неё супруга? Ну, я вам очень просто объясню. Вот если вы считаете, что у человека может быть супруга, а у Бога нет, значит, у Бога что-то не хватает жизни. Он, значит, как бы, ну, какой-то неполноценный. Так вот, знаете, что то, что у нас есть, у Бога это тоже есть ещё лучше, чем у нас, поверьте мне. Так вот, есть высшее божественное начало, женское. Если говорить о женской божественной энергии, то что это такое? Это и есть воплощённая энергия любви. Это и есть сама любовь. Если человек любовь чувствует, он чувствует супругу Бога. Дальше, это удача, это богатство, это энергия супруги Бога, богатство. Даже в Индии слово лакшми, лакшми или деньги, и супруга Бога, это её имя. Ну, то есть, лакшми, это имя супруги Бога, и также называют деньги. Ну, то есть, супруга Бога означает богатство также. Супруга Бога также означает доброта, нежность, красота, сострадание. Понимаете? Мир. Когда на земле мир, значит, правится упруга Бога. Гармония во всём. Это божественная женская энергия. Теперь следует знать, что в каждой женщине живёт божественная женская энергия. Она, этой энергии, ей не принадлежит. Она принадлежит супруге Бога. И в каждой женщине живёт ещё человеческая энергия. И вот когда мужчина в женщину влюбляется, он не влюбляется в человеческую энергию. Он влюбляется именно в божественную энергию, понимаете, в ней. И поэтому его любовь так сильна. В это время он человеческую энергию вообще в ней не видит. Понимаете? Но интересно знать, что сама возможность влюбиться человеку не принадлежит. Человек не может сам как бы влюбиться. Понимаете? Любовь негаданно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поёшь. Понимаете? Ну то есть, другими словами, это Бог решает, в кого мы влюбимся. И как Он решает? Он смотрит. Вот этот человек может тебе сделать весёлую жизнь. То есть, Он может как бы принести тебе твою судьбу. То есть, Он как раз тебе положен по твоей судьбе. Он даст тебе все радости и страдания, которые тебе положены по судьбе. И поэтому Бог открывает вашим глазам божественное в этом человеке. То есть, Господь берёт и открывает сам. Вот это, ну как бы занавесочку, понимаете? Приоткрывает для человека. Смотри. Вот она твоя судьба. Я хочу быть с тобой. Вот она твоя судьба. Вот. И человек, ой, ой, какая красивая. Вот. Он радуется. О, это моя судьба. Ну, то есть, понимаете, есть святые люди. Они это божественное видят в каждом человеке. В буквальном смысле слова, они так влюбляются в каждого человека. Потому что им не надо занавесочку приоткрывать, понимаете? Они и так видят божественное в каждом человеке. И поэтому, как бы, они во всех влюбляются. Поэтому никого замуж не надо брать. Со всеми хорошо. Понимаете, это святой человек так видит этот мир. А мы не святые люди. У человека есть только два возможности влюбиться, увидеть душу или божественное в человеке. Только две возможности. Первая возможность — это в противоположном поле, а вторая возможность — в ребёнке. Причём интересно знать, что Господь, когда в противоположном поле открывает занавесочку, Он её потом закрывает. А вот когда в ребёнке Он открывает занавесочку, Он её потом не закрывает. Поэтому люди, детей своих любят всю жизнь. А мужчину и женщину только какое-то время. Понимаете, один ученик пришёл к своему учителю и говорит, «Учитель, скажи мне, пожалуйста, как мне свою жену любить всю жизнь?» Он говорит, «Есть возможность такая, но ты должен определённым образом настроиться». Он говорит, «Расскажи мне, как это сделать?» Он говорит, «Очень просто. Вот ты вспомни тот момент очень хорошо. Вспомни, как вы первый раз встретились, как ты её полюбил. Вспомни этот момент, вспомни её глаза, её слова, её внешний вид. Вот всё, что ты увидел в это время, вспомни». Он говорит, «Так, так, так, вспомнил, учитель. Вот теперь этими глазами смотри на неё всю жизнь. И ты всю жизнь будешь её любить. Потому что ты увидел в это время в ней самое главное. А всё, что ты потом видел, это всё второстепенное. Давай оставим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. Главное — это то, что ты увидел в первый раз. Люди потом говорят, «Я разочаровался в тебе. Всё, что я в тебе увидел, это, наверное, ошибка». Это не ошибка. Каждый человек — это душа. У каждого человека есть это главное. Сегодня утром на лекции, в ведической лекции, мне одна девушка спросила, «Как мне воспитывать своего мужа? Как мне его любить?» Я ей ответил, «Ты мне много раз говорила о его недостатках, но ни разу не сказала, что он такой-то, такой-то, такой-то». Я начал перечислять то, что она полюбила в нём. Эти качества, которые она полюбила в нём, когда она с ним встретилась. Она вспомнила это и сказала, «Хорошо, я поняла». То есть она поняла, что надо думать об этом в человеке, а не о том, что заставляет судьба думать. А что делает судьба? В человеке есть ещё человеческое. Оно спит, когда люди влюбились друг в друга, оно никак не показывается. Потом, когда жизнь начинается, показывается, и человеческое в человеке начинает тебя мучить. И думаешь, «А-а-а, как же так? Не может быть, как он мог вообще так себя поступить? Как она могла вообще так сделать?» Люди очень сильно удивляются. Он же этого не видел, он любил-то божественное в человеке, а в нём, оказывается, человеческое ещё есть. И человек начинает привязываться, примагничествоваться к этому человеку. Он постоянно думает о том, как несправедливо с ним поступают. Он перестаёт божественное видеть в человеке. Только человеческое видит, только думает о... И если ты настроен на плохое, значит, ты контактируешь с плохим. Значит, ты наполняешься этим. Гармония между людьми, и связь обрывается. Они оскверняются друг другом. Они начинают думать только о плохом друг с другом. Энергия любви не может уже дальше течь. Она теряется, любовь теряется. Теперь вы скажете, а как поддерживать себе это божественное видение к человеку? Для этого нужно делать то, что люди делали веками. Понимаете, для того, чтобы божественное видение друг друга поддерживать, надо с Богом общаться. Надо поставить алтарь дома, надо освещать пищу, надо читать молитвы. Если ты себе божественное видение в целом культивируешь, ты также божественное видение сможешь культивировать в отношении к человеку. Это не значит, что ты не замечаешь, что он там глупости какие-то делает. Но если ты даже заметил глупости, ты с позиции божественного видения к нему подойди. Вот как святой человек воспитывает другого обычного человека? Он подходит к нему, он видит в нем хорошее прежде всего, но говорит ему о плохом. И человек принимает это. Почему? Потому что он понимает, что этот человек его видит по-настоящему правильно. Ну то есть, если человек увидит хорошее в нем и говорит ему о плохом, человек не расстраивается. Он принимает твои советы. Я тоже пользуюсь этим методом. Мне объяснили, как надо с людьми общаться. Я стараюсь со всех сил видеть хорошее в человеке, говорю ему о плохом. И человек слушает, он принимает. Он не видит, что ему кто-то хочет причинить зло. Только через доброту знание в сердце может прийти. Только через доброту. Если мы по-доброму относимся к человеку, можем передать ему знание. Если не относимся по-доброму, знание не передадим. Это невозможно. Понимаете? Но судьба как действует? Она приковывает нашу память к нехорошему, к плохому. Вы говорите, Олег Геннадьевич, ну все что угодно, но это я не могу принять и простить близком человеке. То есть, вас судьба приковала к этому. Вы не можете оторваться. Вы чувствуете постоянно, он такой человек, он меня предал, он так себя ведет, я не могу это вытерпеть. Так действует ваша судьба. Через человека действует ваша судьба. А, понимаете, это не просто он, что-то несправедливо. Если вы просто в прошлых жизнях сами так поступали, и Бог вам поэтому дал именно такого человека, чтобы вас воспитывать. А как ему еще вас воспитывать? Если вам кто-нибудь, допустим, там на дороге скажет что-то, вы что будете его слушать? Чужой человек. А если близкий скажет, тогда будете слушать. Вот в этом и заключается смысл. Бог создает отношения для того, чтобы мы получали свою судьбу назад. Поэтому главная цель совместной жизни это отвлечься от несправедливости, которую близкий человек над тобой творит. Надо стараться больше думать о Божественном, о Боге. Добрые дела делать по отношению к человеку. Если он ведет себя плохо, надо от него отодвигаться, отстраняться, поменьше с ним общаться. Это другая тема, которую нам надо тоже обсуждать. Понимаете, есть одно дело Божественное видеть в человеке, учиться. Вы скажете, Олег Геннадьевич, я понимаю, как бы вы рассуждаете, как бы вы мужа моего не знаете. В нем Божественное видеть, Олег Геннадьевич, ну это вы, конечно, сказали, загнули. Понимаете? У всех одно и то же. Не думайте, что вы исключение. Все люди одинаковые, каждый человек есть Божественное, который мы друг другом не видим, хотя и создали семью. Я тогда могу закономерно вам сказать, задать один интересный вопросик, на который очень вряд ли у вас будет ответик. Вопросик очень простой. А что вы за него замуж-то вышли, за такого плохого? Как вот вы его полюбили-то зачем и за что? И люди в основном говорят, да не любила я его никогда. Ну то есть забыли уже все, забыли свои чувства. Человек забывает. Уже, ну как бы, ну как не любила и вышла замуж? Ну представьте, как бы, идете, идут по улице человек, вы взяли, подошли, говорят, я буду твоей женой. Он говорит, а я твоим мужем. Все, пошли вместе. Не любила я ничего, просто встретились по улице, пошли в ЗАГС. Ну смешно, такого же не бывает, да? Люди какие-то чувства друг друга испытывали, какой-то романтик все равно был, что-то там было такое. Говорит, Олег Геннадьевич, ну у нас было все не так ярко, может быть. Но так как никого не было вокруг, а кто-то нужен, ну как бы поэтому я из него вышла. А что делать? Такая жизнь. Никаких божественных чувств я не испытала. Ну представьте, вы пришли как в пиццерию такую, пришли как бы, и там пицца такая уже вся воняет, по ней мухи ползают. И вы думаете, ну нечего больше кушать, давай покушаю эту пиццу. Примерно то же самое. Невозможно выйти замуж за человека, который тебе не нравится, хоть что-то в нем должно быть. Вы просто уже забыли об этом, забыли. Понимаете? Забыли. в этом проблемы. Одна сторона любви — это любовь. Это первая сторона любви, главное. Или забота, внимание, понимание человека. Об этом мы говорили в первую лекцию с вами. О том, как к женщине относиться, к мужчине. А вторая любви — это воспитание, сторона воспитания. Каждого человека надо воспитывать. Если ты не воспитываешь близкого человека, значит, тогда он от тебя уйдет. И для того, чтобы воспитывать человека, есть два правила. Первое правило. не думайте, что воспитание означает жестокость или злоба какая-то. Воспитание означает, что вы закрываете то, что человек получал само собой. Но это имеет большую ценность. Допустим, если вы заботились, заботились о человеке, а он обнаглел, а он обязательно обнаглеет. Потому что, когда заботишь, все как бы так себя ведут. И мужчины, и женщины. То нужно просто закрыть краник. Ты просто уже поменьше заботишься. Но при этом плохо не относишься к человеку. Ты ему служишь меньше, чем раньше. Это называется воспитание. И понимаете, в этот момент сразу возникает вопрос у человека. А что такое? А почему? И ты ему просто объясняешь. Мой дорогой, я бы хотел вот так, по-доброму объясняешь. Ну, допустим, ты ему кормила, кормила его, а он потом приходит, говорит, я хоть сходил к астрологу, мне астролог сказал, что мне положено по судьбе такая жена, которая меня будет очень вкусно кормить. Гораздо вкуснее всех остальных. Ну, то есть, ты мне просто по судьбе досталась, понимаешь? Поэтому продолжай кормить просто меня вкусно и все. Она там бедная, там уже вся изошла от напряжения, чтобы ему готовить. Оказывается, это все по судьбе просто. И она думает, ну ладно, я тебе сейчас устрою астрологическую консультацию. и просто начинает готовить хуже. Он говорит, ты что мне плохо готовишь? Она говорит, ну тебе же по судьбе хорошо, ну значит, вот так. Я вот готовлю, как могу тебе. И он что-то ест, ему не так вкусно. Он говорит, ты что мне не кормишь, как надо? И она просто продолжает его готовить не так, как раньше. Она говорит, и он начинает ее спрашивать, интересоваться. Первая стадия это угроза. Он говорит, если не будешь мне готовить вкусно, завтра на развод подам. Особенно в Италии, сразу это очень быстро, моментально происходит. Все, завтра развод. Или вкусно готовишь, или развод. Все, баста. У них дорого развода стоит. Ну, расходимся, значит, все, живем раздельно, все, не живем, я с тобой не буду жить, все, или готовишь, или не буду жить. Пинита ля комедия. Вот. Ну, то есть, это первая стадия, не обращать внимания, все пройдет. Вторая стадия, он начинает, как бы, подлизываться. Говорит, моя дорогая, может, ты мне сегодня получше приготовишь. Он подлизывается, не обращать внимания. На третьей стадии, он подойдет, скажет, ну, что такое? Ну, что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Ну, то есть, что с тобой стряслось? В этот момент надо очень по-доброму сказать, мой дорогой, я к тебе готов всю жизнь, хорошо готовить, вкусно, но у меня к тебе одна просьба, ты просто будь чуть-чуть благодарен. И мне неинтересно, что там тебе сказал астролог. Ты просто вот будь чуть-чуть облагодарен, потому что я очень много сил в это отдаю, и мне нужна какая-то благодарность. Вот и все. И я дальше буду тебе так же готовить. Просто чуть благодарен. Он сказал, я все понял, буду теперь стараться быть благодарен. Понимаете, да? Теперь слушайте историю. Одна женщина задает мне вопрос, Олег Геннадьевич, вы сказали, что для того, чтобы воспитывать мужа, нужно чуть-чуть отстраниться от него. Вот я так и сделала, то есть, я взяла и уехала к маме на две недели, сказала ему чао, вот, и уехала к маме. Прошло две недели, он мне звонит и говорит, слушай, ты у мамы можешь побыть еще две недели? Я так от тебя отдыхаю. То есть, она его две недели, она его задолбала сначала, потом уехала на две недели к маме, я думаю, слава Богу, хоть уехала, наконец-то, Господи, я хоть немножко отдохну. Понимаете, воспитание подразумевает, что ты заботишься о человеке. Понимаете, если ты хочешь воспитывать человека, ты должен сначала заботиться о нем, чтобы какая-то ценность в твоем пребывании рядом была. И если человек ведет себя неправильно, оно заботится меньше, и это будет воспитанием. Продолжай заботиться, оно поменьше, и это будет воспитанием, понимаете. Это называется отстранение. Отстранением также является, что люди как бы ограничивают половые отношения. Отстранением также является, что меньше разговаривает человек, но при этом оставляет добрые чувства. Вот самое главное, понимаете, потому что если вы злые чувства испытываете человеку, то никакого воспитания не будет, это будет просто разрушение отношений. Если вы не любите человека, значит вы его не принимаете. Если вы человека не принимаете, злитесь на него, это разрушит отношения, ваша семья будет уничтожена. Если вы хотите воспитывать человека, сначала в молитве переварите его, примите его таким, какой он есть, а потом меняйте его к лучшую сторону с помощью служения и отстранения. Служение и отстранение. Вы вкладываете человека, потом чуть подальше от него. И он будет как бы трезветь, понимать, что ему это надо в жизни, и будет стараться. Точно так же с детьми. Тоже вы заботитесь о детях, потом раз, ребёнок начал капризничать, просто как бы дистанция. И ребёнок сразу, мама, мама, почему ты меня не любишь, почему ты мне колыбельную песенку не поёшь вечером? Потому что ты проказничаешь, я не могу тебе петь песенку. А-а-а, ну я не буду проказничать. Вот когда не будешь, тогда я спою. Понимаете, воспитывать мальчика можно только с помощью поступков. То есть не надо мальчику на слово верить, только поступки. То есть вот когда ты меньше пить будешь, тогда будем ближе отношения строить. Ну то есть не надо словам верить мужчины, понимаете? А женщине наоборот. Женщина воспитывается с помощью доброй беседы и доверия к ней. Она начнёт исправляться сама. А мужчина воспитывается только с помощью поступков. Добрая беседа не поможет. Понимаете, мужчина — это человек действия. Вот мальчик, когда проказничает, перестаёт, тогда и колыбельная. На следующий день посмотрим, давай завтра посмотрим. Если ты не будешь проказничать, тогда колыбельная. Мальчику, ребёнку. И он старается весь день не проказничать. Или не старается. Если не старается, опять не колыбельная не получилась, значит. А если старается, тогда получилось. Так идёт воспитание. Мужчина или мальчика, понимаете? Нужно поступками, поступками всегда смотреть на поступки, не на слова. То есть мужчина всё, что говорит, это всё как бы пасту стряхивайте с ушей. Это у нас такое, как в России, не знаю, как у вас. Теперь смотрите, запомните, если у человека чувство собственного достоинства не стоит правильно в сердце, это значит, что он ни воспитывать, ни любить, ни быть успешным в жизни не может. Поэтому следующая тема нашей беседы с вами — это чувство собственного достоинства. Что это такое? В этом вопросе есть много глупостей, которые сейчас люди как бы, ну, много глупостей. Так что такое чувство собственного достоинства? Это фактически наше отношение с Богом. Веды говорят, что Господь живёт в виде совести, в виде ощущения счастья, в виде ощущения знаний, в виде знаний, в виде памяти, в виде забвения. Господь живёт в сердце каждого человека. И совесть, что такое совесть? Это и есть Сам Господь, Который живёт в нашем сердце. Это Сам Господь. И этот же Господь даёт нам ощущение, что я хороший человек. Понимаете? Это Он нам даёт ощущение. Вот, допустим, человек говорит, «Я чувствую, что я жизнь эту прожил не зря». Это и ощущение Ему даёт Господь. Человек сам не может почувствовать, что он жизнь свою не зря прожил. И понимаете, мы постоянно общаемся с совестью, но мы не думаем, что мы общаемся с самим собой. Например, человек говорит, допустим, человек идёт, допустим, по, ну, где-нибудь там, время по какой-то улице, и такой, никого нет уже ночью, и он такой кричит, «Я не могу так больше жить!» Кому как бы он кричит? Никого нет, все спят. Кошкам, что ли, вокруг, которые там бегают? Вот. Или собакам? Нет. Он думает, что он сам себе это кричит, но сам себе никто ничего кричать не будет. Понимаете? Он кричит это Богу, то есть он общается с Богом в своём сердце. Он говорит, «Я не могу так больше жить!» Он кричит, но он кричит Богу, и Бог слышит его. Понимаете? Одна женщина подошла ко мне и говорит, «Олег Геннадьевич, я так благодарна вам за то, что мы с вами встретились!» Я говорю, «Благодарите не меня!» Она говорит, «А кого?» Я говорю, «А помните, три года назад вам было очень плохо, и вы молились Богу не чтобы Он вам сделал лучше, а чтобы Он вам дал знания, как вам исправиться?» Она говорит, «Точно я так молилась!» Всё, как бы теперь мы встретились. Понимаете? То есть Господь всё меняет в жизни. Если мы имеем правильное желание, если мы хотим, чтобы всё само собой поменялось в лучшую сторону, ну так не бывает. Понимаете? Но если у нас правильные желания, Господь их выполняет, эти желания. У каждого человека, когда жизнь его начинает меняться, какое-то правильное желание возникло по отношению к Богу. И даже, может быть, этот человек даже и не знал, что у него по отношению к Богу это правильное желание возникло. Мне, когда я был маленький, у меня была очень тяжёлая жизнь, очень тяжёлая обстановка в семье, между родителями. Я очень сильно страдал. Я не мог этого принять. Очень сильно страдал. Когда мне было где-то 12 лет, я побежал просто, в поле по снегу. Это был вечер, уже темно было. Я побежал, просто бежал, 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 потом упал, начал плакать. Вот потом встал, вытянул руки вверх. Я не знал, что есть Бог. У нас была атеистическая страна. Я вытянул руки вверх и закричал. С сегодняшнего дня я начну работать над собой. Я начну менять свою жизнь сам. Я буду добиваться того, чтобы правильно жить. И в 28 лет я обрету знания. Мне спокойно стало в сердце, я пошёл. В 28 лет я встретил свою веру, вот это знание, которое я вам передаю. Откуда я это всё знал? Я говорил не своим голосом, как будто это такой величественный голос был. Я до сих пор его помню. Это Господь мне в сердце говорил. Один раз после обеда я люблю немножко отдохнуть. Несколько буквально, там 20 минут отдохнуть, расслабиться. Потом я легко там свои дела делаю. И обычно иногда, когда у меня нет часов, я прошу своего помощника меня поднять. И один раз была такая ситуация, я попросил помощника поднять. и я слышу такой голос «Олег Геннадьевич, пора вставать». Уже время. Я посмотрел как бы на часы, смотрю, точно 20 минут прошло, всё, надо вставать. Я встал, пошёл поблагодарить помощника. Пришёл его поблагодарить, и он мне сказал, а я забыл. В результате я сел. Но так как я изучаю веды, я знаю, что это был голос Бога. Я начал вспоминать этот звук, который я услышал в сердце. Мне хотелось узнать, как он ко мне относится. Я когда вспомнил, я просто обалдел. Понимаете? То есть он так говорил, так знаете, уважительно, так, «Олег Геннадьевич, пора вставать». Понимаете? Так удивительно. Господь из сердца сказал эту фразу. Удивительная Личность этот Господь. Мы Его не знаем, не видим, Он всегда скрывается от наших глаз. Но Он действует как совесть наша. И когда мы делаем правильные вещи в жизни, у нас появляется чувство, что всё хорошо в моей жизни. «Я правильно им иду путём». Вот чувство такое спокойствия в сердце за свою жизнь. Это называется правильное чувство собственного достоинства. И это правильное чувство собственного достоинства делает человека красивым, привлекательным, влиятельным, сильным. В это время человек чувствует наполненную жизнь свою. Его жизнь чувствует, он чувствует её прекрасной. Ему нравится его жизнь в это время. Он чувствует, что он очень хорошо всё у него в жизни. Это исходит чувство от Бога. Самовнушением, как это психологи рекомендуют делать, не получится его развить. Я как-то сидел, мне было 12, я говорю, 13 лет, и начал изучать работу над собой. Я начал читать аутогенные тренировки, там всякие книжки. И начал повторять. Я солнце, я большое светлое солнце, я большое светлое солнце. Повторял слух. Мама зашла, говорит, солнышко, иди посуду помой. Я думаю, что она прервала мою медитацию. Я такими важными делами занимаюсь, а тут какая-то посуда. И потом, когда я всё-таки пошёл мыть посуду, я понял, что я загордился собой перед матерью, что эта медитация, она не привела меня к успеху. То есть я, наоборот, начал считать себя выше других. Я понял тогда, вот в этом возрасте, понял, что самовнушение не поможет для самосовершенства. Нужно совершать поступки. Потому что, когда я помыл посуду, я почувствовал другое ощущение. Там я занимался самовнушением. Я себя внушал, что я большое светлое солнце, что я всем нужен, всех люблю. Внушением занимался, понимаете? И это какое-то искусственное чувство вызвало. Но когда я помыл посуду, у меня в сердце возникло чувство глубокого удовлетворения и спокойствия, что я сделал что-то важное и ценное. То есть первое правило — чувство собственного достоинства ставится на место в результате того, что мы делаем то, что Богу нравится, а не в результате самовнушения. Понимаете? Причём чувство собственного достоинства бывает в благости, в страсти и в невежестве. Ну, правильное чувство собственного достоинства. Как выглядит чувство собственного достоинства в благости, правильно? Человек сделал добрый поступок, чувствует себя хорошо. В страсти, как чувство собственного достоинства выглядит? Вот такое, что человек чувствует, что он будет успешным. Как это выглядит? Человек создаёт себе определённый образ. Он там надевает свитцарские часы, допустим, он там одевается определённым образом, он смотрит на всех определённым образом, он всем доказывает, что он очень успешный. Я таких людей встречаю, когда в самолёт сажусь, на первых рядах в бизнес-классе, они такие как... Сидят такие, типа... Ну, проходи, давай. Давай. Не задерживайся. Многие... Очень успешные такие люди. И знаете, это вызывает определённое чувство. Кажется, что так оно и есть. Но если изучать эту тему серьёзно, то можно увидеть, что эти люди просто занимаются самовнушением. Потому что настоящему успешному человеку ему не надо ничего как бы из себя делать. Настоящее чувство, оно не нуждается в подтверждении. Ни со стороны тебя, ни со стороны себя. Иногда, я понимаете, как лектор, я читаю лекции уже 30 лет, я примерно понимаю, что внутри у лектора находится. И, допустим, когда я прихожу к кому-то послушать лекцию, допустим, я вижу такое вот поведение. Вот так вот. Примерно. Сейчас вам показываю. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас всех видеть. Понимаете? Это означает, что этот человек, у него чувство, собственно, достоинства находится в страсти, и слушать его дальше не надо. Потому что он играет просто. Он не настоящий, он искусственный этот человек. Он просто с вами играется со всеми. Он показывает что-то, понимаете, из себя показывает. И это означает, что ничего, никакого знания вы от него не получите. Потому что знание всегда связано с Богом. И чтобы показать знание, чтобы было знание, нужно уйти от этого чувства. Если у тебя что-то для людей есть, скажи, нет, молчи. Если ты сегодня нагрешил, не выпендривайся перед людьми. Скажи честно, я сегодня лекцию не могу нормально читать, потому что я весь в грязи. Мне надо очиститься от этой грязи. Ну, то есть, другими словами, понимаете, играть с людьми не получится. Они всё видят. Они не глупые. Они смотрят на тебя и всё видят. Есть ещё чувство собственного достоинства в невежестве. Ну, то есть, чувство собственного достоинства в страсти означает, что человек показывает, что он успешный человек. Люди в страсти, они верят в успех. Понимаете, вера в успех означает, что человек и молится тоже, он в храм приходит, он говорит, Господи, дай мне то, дай мне сё, как бы мне много чего надо. Ну, то есть, он, как бы, просит успеха у Бога. Он верит, он, как бы, у него определённые с Богом отношения. Он считает, что Бог должен давать. Но так как у него, как бы, склероз, он забывает, надо ему напоминать всё время. Нет, он, как бы, так, он сам, как бы, не помнит всё время. У него он занят, видно, там, не знаю, что. Я прихожу в храм и говорю ему, слушай, эй, я здесь. Дай мне то, дай мне всё, ты что, забыл, что ли? Мне жена нужна, нужны деньги, там, и машина. Давай, как бы, мне всё. Ну, я тебе тоже, ну, как бы, я тоже, я не с пустыми руками пришёл, вот тебе свечка, там, поставил, там. Вот тебе деньги, как бы, в это, там. Тебе же много не надо, ты же, как бы, это, щедрый. Ну, вот тебе копеечка, как бы, вот чуть-чуть, вот тебе на поклонение. Вот тебе свечка, а мне машину давай. Понимаете, то есть это определённое отношение такое. И люди верят в удачу, они, как бы, ждут удачу в жизни, такие люди. Это жизнь страсти называется. То есть человек просто, он думает, что Бог — это тот, кто приносит то, чего у других нет, а мне повезло, и у меня есть. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok